Компания китайская Компания китайская В основном вендор предлагает Пое-коммутаторы, то есть различные линейки От неуправляемых до управляемых Пассивные, активные, микс-поя Большая достаточно линейка именно поя-коммутаторов И также присутствуют Wi-Fi-мосты В разработке еще Wi-Fi точки доступа На текущий момент по миру 40 с плюсом дистрибьюторов данного вендора и основные заказчики по данному оборудованию выступают системные интеграторы различного масштаба. От самых мелких монтажников до интеграторов, которые выступают в крупных проектах по видеонаблюдению, по обители, по ним. И часть спектра оборудования подходит под ШПД, и заказчиками выступают интернет-провайдеры. На данном слайде, собственно, спектр линеи, что они себе представляют, как видно, как я уже сказал, большая часть этого оборудования есть вай-фай. У меня предложение, собственно, если есть у кого-то вопросы, давайте тогда можно прямо в процессе презентации их писать в чат. Мы будем стараться в онлайне прямо отвечать, чтобы общение получилось более живое, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы. Так, ну и сегодня, собственно, у нас речь пойдет о обновлении в линейках Wi-Fi мостов и в линейке коммутаторов боя, бюджетных линейках коммутаторов боя. Собственно, если говорить, в принципе, о сферах применения Wi-Fi мостов, то, конечно, это какие-то удаленные объекты, куда либо невозможно провести стационарную связь, медную, оптическую, либо с лесообразным причинам, финансовым или другим. Соответственно, это такие вот частые истории, как видеонаблюдение на периметре, то есть охрана периметра, это различные стройплощадки, это лифтовые шахты, вот часто к нам партнеры обращаются, наблюдение на лифтах. Это связь, соответственно, либо со складами, либо, соответственно, с какими-то дополнительными офисными помещениями, связь, в принципе, между объектами. Ну и, соответственно, различные варианты использования, как схемы соединения точка-точка, точка-многоточка, то есть там, где может быть объединение различных объектов в одной инфраструктуре, необходимо объединить. Для этих, собственно, вещей применяются достаточно часто Wi-Fi-мосты, это быстро, просто, собственно, и достаточно бюджетно. Значит, что у нас в этой части изменяется? Как многие знают, наверное, уже кто с нами работал и пробовал Wi-Fi-мосты, знает, что есть у данного производителя модели, которые шли как бы преднастроенные, то есть можно было взять два устройства и, собственно, достаточно быстро развернуть их на объекте, не лезя в веб-интерфейс. Так вот, производитель пошел глубже в эту тему и, собственно, развивает именно простоту установки, скорость установки, возможность как-то поднастраивать, не применяя к дополнительным инструментам в виде ноутбуков, в виде, в принципе, дополнительной квалификации от сотрудников. То есть такой plug-and-play, так называемый, идут. И, соответственно, как раз у нас две модели наиболее боевые, это 111 и 511, то есть на 2,4 и на 5 Гц, самые бюджетные, как раз обновляются в этой части. Соответственно, дальше расскажем, в чем непосредственно обновление произошло. Ну, а базово, собственно, мосты все так же построены на Qualcomm-овских чипсетах, то есть на полноценных хороших чипсетах, которые другие достойные вендоры применяют. Это класс защиты IP67, соответственно, пластик, устойчивый к ультрафиолету, груз защиты на борту 10КВ, температурный режим нормальный для России, то есть от минус 40 начинается. И, соответственно, поэ питание, инжектор в комплекте идет. Ну, и, собственно, бюджетная ценовая категория, как многие уже знают, чем, собственно, славится в iTech, это хорошая ценой для конечного заказчика и для партнера. Тут все, как бы, сохраняется. Ну, теперь, наверное, Алексей, передам пару слов, рассказать, собственно, в чем непосредственно изменения произошли. Да, ну, здравствуйте еще раз. В первую очередь, изменения, как вы видите, произошли помимо корпуса. Это добавилось окно индикации, которое показывает номер канала. То есть отображается буква либо цифра, которая соответствует определенной частоте, которую можно видеть на задней части антенны. Также появился переключатель, который помогает изменить режим работы антенны клиент, либо точка доступа, она же база, режим базы, не прибегая к помощи ноутбука. Также есть кнопка, которая, собственно, и меняет частоты плампорт. Это вот в прошлой модели у нас было два порта, в обновленной модели один лорг-код. Есть таблица, которую мы потом предоставим, выложим на сайте, которая показывает соответствие номера, который изображен на экране индикации, или какое соответствие этой частоте. Коллеги пишут, что у кого-то звука нет, вопрос, нас слышно вообще? Поставьте плюсик еще раз. Видимо, у одного из партнеров есть проблема, перезагрузка не помогла. Может быть на хроме, на хроме, да, браузер попробовать поменять, но... Мы на хроме сейчас сидим. В принципе, проблем нету с хромом. Ну, часть есть, звук у части. Смотрите, уже, оказывается, в трех нету звука. Давайте я микрофон еще раз как бы выключил-выключил. Что-то изменилось, Олег? Так, странно вообще. Ну, давайте я еще раз попробую сейчас на локальном микрофон, но вы будете переключиться, потом обратно на внешний. Так, раз, два, три. Так. Так. 1 1 звука нет так ну давайте коллеги вот работает у кого то не работает это видимо от площадка уже зависит трансляция в фейсбуке запись на youtube у нас идет давайте тогда чтобы я так понимаю у большинства есть некоторых коллег почему-то звука нет давайте продолжим презентацию соответственно записи она есть они смогут посмотреть возвращаясь к теме то есть по по индикации понятно появилась возможность выбирать каналы более гибко настраивать настраивать мост не прибегая собственно к веб-интерфейсу каким-то дополнительным средством виде ноутбука еще чего-то достаточно удобно в том плане что можно отправить какого-то простого достаточно не квалифицированно монтажника на место и он будет организовать уже мост также на антене есть индикация световая которая показывает мощность сигнала потом собственно наличие питания вот следующий индикатор ручной режим настройки то есть если он активен значит включена возможность настройки чистоты при помощи кнопки то есть непосредственно круг на корпусе что я рассказывал его можно этот режим отключить то есть если он вам не нужен если вы управляете устройствами при помощи удаленного доступа при помощи компьютеров интерфейса и вам не нужно чтобы кто-то например эту кнопку нажимал если например расположен на каком-то жилом доме куда есть доступ посторонним лицам режим можно отключить когда этот индикатор светиться не будет ну и собственно состояние эзернет подключен и на противоположной стороне пользователь компьютера либо подключена антенна он порт сигнализирует третий дехатор ну собственно да то есть сейчас какое еще произошло изменение теперь данные мосты поставляются пары непосредственно в одной коробке то есть одна преднастроена соответственно в режим базовой станции другая при настроен режима соответственно цепо ехи так называемых клиентского устройства и соответственно можно на местности достать на проект на друга и завести канал если видно что есть проблема собственно с качеством сигнала то можно соответственно по варьировать чистоту каналы и выбрать наиболее наиболее свободной наиболее подходящий для данной местности естественно мосты работают как в режиме . . так и режиме . . эти режимы можно менять непосредственно как на корпусе устройства так в интерфейсе устройств соответственно поскольку антенна достаточно ну с одной стороны узконаправленная по вертикали на по горизонтали 60 градусов достаточно нормальный сектор него в него можно соответственно подключить различное количество цепо ех то есть клиентских клиентских частей и такую большую звезду сделать конечно же применимые эти мосты их смешанных сценариях . часть соответственно идет организацию канала до какой-то местности и вторая соответственно часть идет уже под раздачу на этой местности и того у нас получается если сравнивать текущие модели с новыми отличие это то что новые парами упаковки в одной соответственно есть возможность менять каналы то есть более гибко подходить к условиям эксплуатации и принципе мониторе достаточно удобно получается изменения произошли также и в антенной части собственно в мощности но по факту это расстояние не влияет примерно такие же расстояния можно охватить можно собственно пробить на как на предыдущих моделях так и на новых но отличие как алексей сказал еще есть по количеству лампортов принципе у конкурентов также найдете как правило только один план значит просто на принципе мы рассказали также три года гарантии на них на этом слайде сказать нечего значит по конкуренции где мы работаем примерно в каком сегменте это самые бюджетные модели уби qt если 24 гигагерца по это лока м2 соответственно в данной каплице как раз можно посмотреть чем отличаемся гарантии возможность как раз по преднастройке по дополнительной настройке у нас идет два устройства в комплекте по антенной части соответственно у юбити получается чуть более широкий угол вертикальном вертикальная направленность чуть более широкая соответственно мощность чуть больше у них но за счет того что получается больше по вертикали направленность примерно масса по метражу по расстоянию сходятся модели но эти карты диапазон у нас побольше чуть по цене как видно соответственно мы их достаточно интересная здесь собственно розничные цены приведены уби qt мы с яндекс маркет обрали информацию собственно для партнеров конечно же цена другая в варианте соответственно 5 гигагерцовым это также бюджетная модель от конкурентов это локом 5 у нас соответственно 511 модель отличия примерно такие же место тут у нас получается по фидерной части антенна и более соответственно более мощная получается по углам плюс минус по применению одинаково цена опять же достаточно демократично значит на данном слайде собственно представлена таблица примерно какое количество камер на каком расстоянии с каким битрейтом с каким кодеком можно использовать производитель сам тестировал и вносил эти данные в таблицу но на самом деле там можно считать что такие пристрелочные цифры поскольку очень много зависит от местности производитель позиционирует в первую очередь wi-fi мосты для подключения камер наблюдения добавлю что конечно подключать можно любое устройство передавать и любой контент да любой контент контент как и мультиказ трафик подключать ip-телефоны компьютеры без разницы и расстояние тоже надо понимать что они достаточно условны качество сигнала и уровень сигнала зависит от многих факторов от помех частотных помех я имею ввиду также физических помех которые могут находиться в зоне фринеля правильности установки антенн размещения на высоте и многих других факторов так значит у нас получается линейка текущая выглядит следующим образом наиболее такие ходовые модели производителя которые мы предлагаем на нашем рынке соответственно две модели преднастроены которые мы говорили 111 и две модели которые можно соответственно закупать россыпью называемой одной штуки соответственно тоже 24 мегагерц 211 и 515 они чуть помощнее соответственно модели из соответственно мощности антенна более интересно тогда вот собственно по вай-фай на части наверное по новинкам то что произошло у них изменения это все единственное хотел бы еще раз напомнить что у нас под вай-фай непосредственно есть такие универсальные устройства есть универсальные коммутаторы которые поддерживают и активное по 48 вольт и пассивное 24 вольт как раз все большинство мостов на рынке используют пассив 24 вольта и получается чтобы их нужно их подключать нужно использовать какие-то отдельные девайсы либо инжекторы которые в комплекте идут либо отдельные коммутаторы если есть необходимость подключить допустим еще и видеонаблюдение или телефонию которая активно ходит там нужно другой девайс у нас коммутатор который поддерживает и актив и пассив причем автоматическом режиме то есть понимает какое устройство на той стороне монтажник не сожжет порты не нужно задуматься какие устройства подключать достаточно удобно гибкое устройство то есть если вы начнете считать бюджеты на отдельные устройства которые пассив поддерживают отдельные активные боя то конечно данное решение оно интереснее будет ну наверное да в принципе добавлю еще что можно подключать любое устройство которое не требуется питание компьютер то же самое по инжеку нестандартный на 12 вольт на этом изображении просто не показано что можно использовать устройство обычное обычное но да то есть который не требует питания естественно да можно также подключать в этом случае не будет подаваться напряжение хотя коммутатор поддерживает пассивное поле то есть по идее он должен выдавать но здесь вот такое интересное решение когда понимает собственно что он из себя представляет это 2 коммутатор с нормальным полноценным корпоративным функционалом так далее соответственно 8 портов гигабитных два оптических апплинка из их пишных не учатся по производителю в принципе это касается не только данного данного данной модели всех моделей данного производителя поэтому если можете любые использовать но и собственно до 150 ватт и возможности подключения двух источников питания в стационарном постоянке переменки тут наверно надо остановиться поскольку мы уже чуть-чуть рассказали что есть пасик по и этих по и вот собственно на вариантах стандартов поскольку их достаточно много присутствует на рынке и у многих путаница происходит и каша такая какие устройства что применяют вот буквально добавим немного теорий да добавим теорию вот еще какой-то всем известны стандарты а т.р. а.р. более старый стандарт от чуть новее которые отличаются они мощностью то есть самый первый стандарт мог питать устройство мощностью 15 с половиной ватт далее появился стандарт который уже поддерживал более мощное устройство до 30 ватт теперь есть новый стандарт bt который подразделяется на два типа то есть если стандарт аф это тип 1 поя стандарта т тип 2 поя появился тип 3 и 4 тип 3 поддерживает мощность до 60 ватт тип 4 до 90 ватт это все относится к стандарту bt также некоторых источниках он называется бой плюс плюс либо ибо и у поя и универсал боя вот либо 4 поя это передача боя по четырем парам это основное основное отличие от предыдущих стандартов которые передавали питание по двум парам первое второе третье шестая ибо четвертое пятое седьмое восьмое но более распространенный режим а на таблице видно что стандарты а и фат могут работать в двух режимах то есть режим а это передача питания по жилам 1 2 3 6 по тем же самым что и ходят данные либо режим b 4 5 7 8 режима более распространенный большинство вендоров используют именно его так же как и инжектора в которых нет активного боя они передают питание без запроса устройства питаемого вот это основное отличие пассив боя от активного боя тут тоже наверно добавлю как это работает в чем отличие активного боя от пассивного активное боя то есть устройство так называемое ПСЕ это источник питания первым шагом определяет что подключено какое устройство которое требует питания по либо не требует второй этап это определение классов класс с мощностью питаемого устройства раньше их было 5 но с появлением стандарта БТ добавилось еще 4 тем самым у нас их сейчас 9 от 0 до 8 после определения и согласования класса мощности устройство питающее подает напряжение и производит постоянный мониторинг следит за питанием за нагрузкой и в случае чего отрубает питание либо варьирует соответственно класс ну да либо варьирует если это устройство с динамичным потреблением питания как камеры например ПТЗ с подогревом то есть и с инфракрасным излучением с инфракрасной подсветкой то есть дневное время потребление может быть меньше в ночное в два раза больше вот это все в разные классы получается да в разные классы от устройства вот ПСИФПОЭ особого рекламента нету по питанию но самый распространенный это ПСИФПОЭ инжектора на 24 вольта и на 48 вольт в 24 вольтовых инжекторах используются пары 4,5,7,8 для подачи электропитания в инжекторах пассивного ПСИФПОЭ на 48 вольт 1,2,3,6 в основном ну есть проекты где требуется 4,5,7,8 использовать пары то есть отлично пар задействован для передачи данных вот у нас есть возможность если нужно какие-то проекты поставить той распиновкой которая требуется ну то есть в двух словах еще раз пассивное ПОЭ в принципе не понимает есть оппонент который требует питания или нет он постоянно выдает это питание оно никак не регулируется классы не учитывается по питанию активное ПОЭ это более умный вариант собственно ПОЭ и более продвинутый поэтому такие частые задачи как раз по которые являются в виде наблюдения рекомендуется использовать активное ПОЭ потому что камеры стоят на улице зачастую соответственно это железные корпуса там конденсат может быть еще что-то вот и в случае с пассивным используя пассивного ПОЭ конечно там не будет отключения устройства произведено в случае даже если там вода будет уже в случае попадания влаги в капель устройство просто отключит и таймить спасет разъем на устройстве не будет само устройство да может быть заочно спасти в активном ПОЭ конечно таких ключей нету это более безопасный вариант ну ниже в таблице в принципе представлены такие наиболее частые абонентские девайсы которые по стандарту эти используют собственно как видите это телефоны камеры Wi-Fi масты внутренние и внешние точки соответственно наиболее распространенный все так же остается на текущий момент стандарт AF очень много устройств которые потребляют меньше чем 15 ватт это телефоны ну собственно все представлены эти девайсы вот но в принципе уже все идет к тому что устройство будет потреблять больше в телефоне соответственно это телефоны видео телефоны с большими экранами которые могут слушать уже больше чем в камерах соответственно это различные скоростные камеры которые и поворачивают и зумируют и подогревами поэтому мощность растет соответственно там уже и начали появляться камеры которые употребляют 31 и можно такие варианты найти соответственно касаемо Wi-Fi в принципе если мы говорим про мосты то все так же AF стандарт наиболее распространенный для редко можно встретить ALT стандарт ну имеется ввиду мощность больше чем 15 ватт а вот во внутренних Wi-Fi которые активно развиваются собственно скорости растут мощности растут там можно уже найти девайсы которые на последний конце 2 собственно стандартах требуют достаточно большую мощность большое количество антенн то есть в принципе все идет к тому что потребление устройств будет больше со временем ну и 90 ватт на данной таблице у нас не указано какие абоненты будут употреблять но пока собственно по новостям перспективной технологии да ну что сейчас известно это с развитием интернета вещей будут подключаться полные LED экраны попои освещение освещение да в домах собственно киоски какие-то возможно питание целых услуг связи ну понятно потому что поя в принципе там все понимают что используя серьезно экономится как непосредственно внедрение системы так и на дальнейшем обслуживании вот выпадают соответственно лишние звенья в виде собственно силовых кабелей розеток и так далее поэтому конечно же данная технология будет развиваться так давайте дальше значит про коммутаторы которые у нас поддерживают и актив и пассив рассказал буквально тоже несколько слов напомню что у нас также есть и коммутаторы которые также поддерживают и актив и пассив поя но еще помимо этого имеют контроллер питания на борту и имеет возможность подключиться к нескольким источникам питания а точнее к трем источникам питания которыми могут выступать солнечная панель либо ветрогенератор аккумуляторная батарея и стационарное питание варианты соответственно различные присутствуют по вольтажу подключаемых панелей и подключаемых соответственно стационарных источников то есть можно и DC питания и AC подключать значит соответственно достаточно такая частая история когда на объекте в принципе нет питания необходимо организовать либо видеонаблюдение либо Wi-Fi спот ходспот соответственно либо там где питание к примеру есть но оно не гарантированно оно нестабильное частая история опять же на стройплощадках какие-то собственно просим обратить внимание на это то есть даже если даже если нет необходимости использовать солнечную энергию например в нашей широте в северне понятно что это такая история которую редко можно увидеть но на самом деле даже в москве проехавшись там по другим трассам можно увидеть солнечные панели и применение этих панелей в части видеонаблюдения вот но тем не менее да если даже солнце не использовать то можно так или иначе резервироваться по питанию поставить рядом АКБ и по факту коммутатор будет уступать неким таким упсом бесперебойником то есть мозгами данного устройства сам все контролировать когда заряжать когда собственно питание давать на абонентов когда на аккумулятор данные данные коммутатор поддерживает пассив и эксив также в автоматическом режиме плюс соответственно можно в жестком варианте поставить через этот интерфейс настроить какое будет давать питание активное или пассивное плюс коммутатор поддерживает до 60 ватт выдает на одном порту то есть поддерживает на других соответственно АТФ и соответственно да есть и СФП порт соответственно ну и L2 есть модель неуправляемая в принципе да вот здесь вот на слайде как раз то что я рассказал как выглядит система если применять другие коммутаторы отдельные контроллеры то есть дополнительно достаточно большая куча девайсов в нашем варианте это все лаконично одна коробка которая имеет все собственно на текущий момент вот так выглядит модельный ряд то есть управляемая неуправляемая модель различных панелей может 12-24 солнечных панелей питаться вот ну собственно тут да ну добавлю что да линейка это не новая у нас мы ее начали продавать примерно год назад да но чуть меньше ну в конце того года в принципе да совсем недавно произошло обновление аппаратной части в неуправляемой модели появилась возможность подключения с веб-интерфейс просматривать полную информацию о питании конфигурировать емкость батареи которая восстановлена которую коммутатор рассчитывает примерное время работа АТКБ показывает емкость заряд потребления в амперах на текущий момент в онлайн режиме и прочую информацию связанную с электропитанием также можно будет получать различные уведомления события по SNMP о подключении постоянного источника питания переходе например с внешних источников питания я имею ввиду 220 вольт на АКБ либо если вы используете три источника питания такие как внешняя плюс солнечная панель плюс АКБ эти все режимы будут коммутата будет присылать по SNMP и вы будете знать об изменениях или о неполадках в системе или слоем снабжения Ну собственно да производитель обновления произошли поэтому в ближайшее время также у нас на складе будут появляться все эти новинки как собственно и Wi-Fi мосты так и данные коммутаторы и следующая линейка о которой мы сейчас будем говорить вот собственно непосредственно коммутаторы коммутаторы поя и что в них собственно изменилось бюджетно достаточно линейки для виде наблюдения многие уже партнеры ее распробовали и именно на нее выделывают опор предлагая ее заказчикам собственно значит на данном слайде как раз представлена эта линейка да и как видно добавилось две функции и достаточно интересные это непосредственно как бы бт стандарт на порту или на нескольких портах в зависимости от модели устройства и соответственно функция watchdog сейчас расскажем об этих вещах при этом цена на эти устройства сохранилась она осталась такая же как и на предыдущих моделях соответственно они также данные коммутаторы поддерживают передачу данных на 250 метров есть функция тоже расскажем еще раз про нее ну и ценовая категория собственно достаточно низкая собственно про бт алексей уже рассказал то есть в таблице сравнения как раз здесь еще раз такие вот названия которые можно встретить на рынке в яндексе когда вы ищите устройство которое поддерживает 60 и больше ватт это вот хайпоя бт поя плюс плюс юпоя вот 4ппоя ну я думаю что со временем просто все это придет конечно к одному названию вот пока можно подразумевать я рассказал а вот про ватчдок наверное надо будет рассказать я думаю есть вопросы как это работает на неуправляемых коммутаторах данная функция у нас есть и на управляемых коммутаторах но она требует настройки соответственно на неуправляемых коммутаторах это реализовано так же как говорит вендор первый шаг это устройство постоянно опрашивает подключенное подключенный девайс на втором уровне то есть постоянно обменивается некой информацией похожей на пинг вот второе это постоянно проверка таблиц мак адресов то есть если вдруг устройство определяет что мак адрес перестал быть виден от устройства а порт при этом активен устройство опрашивает коммутатор опрашивает девайс еще раз в течение трех раз если это не произошло в течение 60 секунд мак адрес не появился коммутатор принимает решение перезагрузить можно ну если уходить от техники то по факту это что позволяет делать это такая частая история когда бюджетные камеры они повисают и можно их передергивать ну там на самом деле подписывать может любое устройство как и вай фай точка камера то есть любой девайс включенный без разницы вот раньше если собственно данное функционал можно было использовать только более дорогие коммутаторы то и то не у всех производителей как бы присутствовала данная функция но сейчас у нас появляется сейчас бюджет девайс которые также умеют это делать вот это достаточно интересное подспорье пока у конкурентов можно найти это собственно пробуйте тестируйте готовы давать естественно на тест обращайтесь значит касаемо тех функций которые в принципе и до этого были реализованы просто может быть кто-то не знал значит что они представляют это режим некая изоляция портов включается данный режим непосредственно переключателем на устройстве то есть поскольку не управляем коммутантом конечно веб-интерфейт вся затипа реализован в виде обычного джампера переключателя прямо на лицевой стороне устройства в правом как раз нижнем углу картинки видно что у девайса есть переключатель значит что это означает что все LAN-порты изолированы друг от друга весь трафик идет только на LAN-интерфейсы соответственно применение достаточно такое на поверхности лежит когда это запрет злоумышленнику получения доступа к соседним портам то есть он не может пустить широковещающий шторм то есть положить всю локальную сеть он не может посмотреть что происходит на соседней камере если вдруг получил доступ к одной из камер к одному из интерфейсов вот в этом режиме в режиме соответственно это реализовать невозможно то есть дополнительно такая возможность по безопасности системы значит коммутаторы поддерживают передачу данных и питания на расстоянии до 250 метров соответственно нет необходимости ставить дополнительные ретрансляторы подумать об оптике или каких-то других решениях вопроса соответственно коммутатор выдает независимости то есть здесь нет привязки к абонентским устройствам часто такой вопрос от партнеров нужно чтобы еще устройство само то есть камера вай фай точка поддерживала данную функцию нет необходимости нет сам коммутатор выдает необходимо как бы необходимо питание на порту соответственно соответственно этот функционал как есть так и присутствует мы тестировали на больших расстояниях и всегда говорим собственно что по большому счету здесь больше зависит от кабеля которые используют при инсталляции рекомендуется использовать нормальный неотмененные метно кружные кабели вот 5Е или либо больше категории мы использовали кабель обычной пятой категории 5Е в бухте не размотанной у нас предел когда у нас подключено устройство работало было 280 метров да причем кроме бухты соответственно 250 пролетов было еще несколько подключений через патч-порды соединения были такие простенькие то есть в сложных условиях полуциальный кусок на 250 метров и потом по 10 метров добавили при помощи соединитель да вот и собственно да на большее расстояние также можно выйти итого у нас получается линейка обновленная выглядит следующим образом это модели от четырех соответственно локальных поя портов до 48 все поддерживают соответственно watchdog и хайпоя кроме 48 портов цена при этом как я уже сказал сохраняется как и на предыдущей модели в принципе производители даже не в этом обновлении а прослеживается такая тенденция что старается обновить как-то функционал обновить софтовую часть но при этом ценник сохранить собственно да по таблице можно посмотреть чем они отличаются то есть младшие модели четырех до восьми портов имеют на борту один порт хайпоя 16 и 24 модель 16 и 24 порта уже имеют два порта первый и второй порт watchdog имеет все соответственно практически все модели умеют 250 метров делать в лан в принципе добавить наверное нечего по конкурентной среде где мы находимся с коммутаторами еще раз для новых партнеров расскажу то есть мы в разы отличаемся от производителей которые собственно фокусируются непосредственно на видеокамерах и мы отличаемся также в лучшую сторону по цене от производителей которые в сетевых наиболее распространены именно в сетевых решениях при этом соответственно как цена как цена для конечника интереснее так и партнерская цена также интереснее соответственно у нас достаточно большой багаж знаний по сравнениям с конкурентами поэтому не стесняйтесь присылайте с кем хотите сравнить в ответ получите таблицу собственно о наших преимуществах то есть welcome на пресейл собака и пиматика либо по телефону обращайтесь всегда будем рады помочь здесь я хотел также отметить что у нас присутствует линейка более бюджетная чем о которой мы говорили выше серия V на конце она отличается меньшей мощностью суммарной мощностью которая выдает коммутаторы то есть начинается от 30 ватт на самой бюджетной модели примерно в два раза где-то слабее по мощности чем предыдущая линейка но тем не менее партнеры также у нас любят ее собственно использовать в своих проектах за счет цены за счет дополнительного функционала также VLAN установка присутствует 250 метров и даже дополнительный функционал некий КОС то есть в кавычках скажем КОС но тем не менее есть приоритетные порты на коммутаторах так ну и дальше собственно такая больше коммерческая наверное информация пойдет несколько слайдов соответственно для всех участников вебинара для многих вернее партнеров которые сейчас участвовали в вебинаре можно обращаться за доп диспунктом на первую закупку то есть даже если вы в принципе не работали с IP-матикой либо работали но не закупали ВАИТЕК обращайтесь на любого размера заказ мы готовы дать вам дополнительный диспункт естественно не от розничной цены а от партнерской цены прошу собственно да писать вот по данному адресу мы промониторинг кто был на вебинаре поэтому сможем кто регистрировался вернее на вебинаре сможем соответственно это контролировать также напоминаю может быть кто не знал рассылка была в принципе у нас и на сайтах лежит как на IP-матике так и на wildstack.ru значит промок программы действует до 30 сентября набираете определенные обороты по закупке и соответственно кэшбэк до 10 процентов в виде подарочных карт которые можно поменять на что угодно на технику на золото бриллианты вот собственно регистрируйтесь прямо сейчас можно собственно пройти на сайт и зарегистрировать вашу компанию ваших силов мотивировать собственно по данному вендору вот у нас естественно действует сквозская политика по всем филиалам где мы присутствуем это и в России 4 соответственно офиса и соседние страны мы даем оборудование на тестирование собственно как просто без проекта если пахнер хочет удостовериться в функционале пощупать все потрогать да пожалуйста так и под проект конкретным можем оборудование на какой-то долгий период соответственно по демо фонду также для тех партнеров которые уже попробовали оборудование и хотят на постоянной основе иметь некий такой запас у себя на складе либо в стойке для демонстрации партнеров обращайтесь мы готовы обсуждать до 50 процентов скидки на демофон соответственно организацию техподдержки мы осуществляем на своей базе по данному вендору первая вторая линия какие-то сложные вопросы конечно подключаем производителя но практика показывает что практически все мы закрываем самостоятельно помогаем соответственно ТЗ формировать подбирать оборудование под подбирать аналоги конкурентам есть возможность кастомизации партнеров кастомизация оборудования под определенные проекты то есть как хардварные так и софтварные в софтварной части производить достаточно гибкие в этом плане то есть не будет вас спросить огромные объемы в виде контейнерных отгрузок обращайтесь это можно обсуждать значит ну и как собственно вы видите мы продвигаем это оборудование всяческими методами и в оффлайне в онлайне в принципе мы за любые за любых движок за кооперацию поэтому собственно если у вас есть идея как либо совместно выступить либо в мероприятии либо в онлайне в оффлайне неважно любые варианты мы приветствуем подключаем наш отдел маркетинга и собственно детали все уже прорабатываем ну про оффлайн да рассказал про онлайн соответственно да у нас недавно относительно запустился сайт еще раз скажу wireless у нас здесь указан был вот здесь на промо по-моему да внизу как раз на слайде wireless .ру соответственно будет выкладываться наиболее полная и свежая информация в ближайшее время по решениям добавим информацию собственно где можно применять в каких проектах в принципе наверное так из общих моментов а ну да вот здесь вот еще интересный слайд собственно за реализованные проекты то есть за освещение этих проектов если ваш заказчик готов вернее не против скажем так того что мы напишем о нем какую-то статью информацию выложим в различных источниках мы готовы соответственно за эту активность также давать либо дисконты либо какие-то другие варианты собственно сотрудничество организовать с точки зрения маркетинга поэтому если вы уже реализовали на оборудование вайтек проекты обращайтесь клюшки какие клюшки предоставить мы придумаем собственно генерием лиды различными способами как на выставках так и онлайн и активным нашим партнерам которые действительно предлагают оборудование просто на входящем спросе сидят мы конечно же с радостью передаем данных лидов даем заработать на данных проектах компания с конечными заказчиками не работает это принцип компании поэтому наши партнеры наши дилеры интеграторы поэтому соответственно эти лиды мы передаем самым активным нашим партнерам ну и собственно про промо да я рассказал что промо сейчас действует следите за новостями будут еще акции в принципе у меня все если есть вопросы прошу собственно писать давайте давайте будем на них отвечать потому что в процессе презентации я смотрю что по теме Ивана заинтересован модель камер которую мы используем отображение плохое наоборот хорошее если честно не знаю модель ну давай ну можно в админу спросить потом вам отдельно пришлем камера для конференции в общем она так называется так по теме самой вебинара есть вопросы да может быть кому-то что-то непонятно было напомнить рассказать так у матросов нет вопросов давайте да если вопрос есть достаточно долго писать вы можете поставить плюсик мы подождем либо соответственно отдельно по e-mail который указан на слайде вы можете всегда обратиться по телефону живой общине конечно мы приветствуем обращайтесь давайте тогда раз никто не отвлекается заканчивать всем спасибо за уделенное время собственно становитесь партнерами вайдек партнерами обиматики вот хороших продаж удачных удачных продаж наше нелегкое время вот давайте прощаться всем спасибо пока